Высказывайте свое мнение. На волне 14.30 а.м. Будь в центре событий. Народная волна. Ну что ж, уважаемые дамы и господа. Подошло время немножко пообщаться в нашем неполиткорректном ток-шоу Сергея Зацепина. Я его ведущий Анатолий Червец. Участники, как всегда, все вы, которые наберете номер телефона 847-400-5200. Видеть вы нас можете на нашем канале YouTube, Радио НВС. Пожалуйста, нажмите кнопочку subscribe или регистрация. Для нас это очень важный момент. И еще вы нас можете видеть на нашей страничке Facebook RadioNVC. Ну и слышать вы нас можете, конечно же, на нашей веб-страничке RadioNVC.com. А также вы можете нас видеть и слышать на ваших, загрузив бесплатное приложение RadioNVC, если вы пользуетесь продукцией Apple. Ну, а если же у вас продукция Android, то вы, опять же, через Android, вы можете выйти на нашу веб-страничку RadioNVC.com и услышать нас там. Итак, дорогие друзья, начинаем наше неполиткорректное шоу. Но перед тем, как мы начнем, я вам должен просто, как говорится, признаться, излить душу, потому что вот гость нашей студии, который был здесь со мной до рекламной паузы, последний час, это Марк Гольдштейн. Я вам скажу честно, ну, кроме той информации, которую Марк успел выдать всем нам за то время, что ему было предложено, я вам могу сказать, что, наверное, самые интересные факты и информацию я получил, вот, как говорится, за экраном или за кулисами, так как, вы знаете, ну, не, скажу так, не из легких это информация и не из легких это представление. И я просто лишний раз доказываю сам себе о том, что все вот эти псевдоэксперты, которые выступают на российском телевидении, на российском радио, которые кричат и бьют себя кулаками в грудь о том, что они вот победили в этой войне, и никто им не нужен, и вообще, кто такие эти американцы и англичане, подумаешь, тоже мне высадились там в середине войны и так далее. Вы знаете, наверное, хорошо быть патриотом своей страны, но не до отупения. Нельзя быть полностью атрофированным от реалий жизни. А жизнь – это факты. Жизнь – это то, что действительно произошло, а не то, что мы выдаем за желаемое. Поэтому, вот разговаривая с такими людьми, как Марк, несмотря на то, что он не участвовал в войне, это человек, которому, слава богу, он не участвовал в войне. Ему было шесть лет, когда война началась, ему было десять, когда война закончилась. Но это человек, который прочувствовал на себе, уже будучи в сознательном возрасте, я имею в виду уже в семь, восемь, девять, десять лет, у всех у нас есть дети, у нас есть внуки, мы понимаем, что в этом возрасте уже они понимают, они чувствуют, они ощущают. Так вот, человек, который ощутил на себе вот эти тяжести войны, эти радость возвращения отца, горесть потери своих родственников, горесть потери отцов своих друзей, это человек, который действительно через все это прошел. И плюс к этому, это человек военный, я никогда, он военный в отставке, не бывает бывших военных, он подполковник в отставке, войск связи, вы знаете прекрасно, что войска связи не всегда сидят в тылу. Поэтому 27 лет человек прослужил в войсках связи советской армии. Ну, в общем, впечатление честно, очень такое смешанные чувства. С одной стороны, я очень рад, что я познакомился с этим человеком, я действительно очень рад, и мне было очень приятно послушать его рассказ, и очень интересно. Но смешанные чувства, потому что ощущая, то есть, слушая то, о чем говорил Марк, конечно же, становится страшно за все то, что пришлось пережить людям, прошедшим эту войну. Причем не только людям в Советском Союзе, но и тем людям, которые прошли через всю эту войну в Европе, в Англии, во Франции, в Австрии, в Венгрии, где угодно. Ну, и, конечно же, включая американцев, которые тоже положили свои жизни, освобождая мир от немецко-фашистских захватчиков. Ну, вот у нас уже есть два звонка, давайте по очереди их примем. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Чисто случайно слушал я господина Голдштейна. Хотел бы, не умаляя его знаний, то, что он видел как ребенок, не бывая на фронте, поправить его. Студебекеры не были еще в Сталинградской битве и участвовать не могли. Тогда системы залпового огня Катюша стояли на полуторках. Да, Студебекер разумительная машина. Мой отец не был старшим мейтенантом, он был полковником. Прошел войну от Хаукингола до Берлина. И мне, у меня был персональный историк в своей жизни. Это он мне все рассказывал. Раз. Второе. Невозможно было вообще использовать раки. Была зима. Понимаете? Невозможно. Абсолютно. Никто союзников не ругает за то, что они участвовали. Помогли. Спасибо. Сделали. Спасибо. Вы понимаете, когда тут в Америке слышишь, и тебе внуки приходят, и ты им показываешь фотографии 70-летней давности, и говоришь, вот это твой прадедушка, а вот это прабабушка, и рассказываешь им про войну, а они тебе говорят, после тебя внимательно выслушали, и потом тебе говорят, дедуля, знаешь что, во Второй мировой войне победила Америка, а то, что ты нам говоришь, это американская пропаганда. Кто вам такое сказал, ребята? Учительница, едешь туда, в школу, специально встретиться с этой молодой учительницей, 26 лет, я говорю, как вы можете такую ерунду детям говорить? Она говорит, какая-то мне претензия, это написано в учебнике истории, понимаете? нет, вы не понимаете, вы всегда будете говорить, когда рассказывать этот... Прошу прощения, сейчас, одну секундочку, подождите на линии, когда мне говорят, нет, вы не понимаете, вот тут заканчиваются все разговоры, потому что, ну, если я не понимаю, то еще со мной разговаривать. Anyway, прошу вас говорить, пожалуйста. Да, добрый день. Добрый. Я не к пику никому, а просто два штриха к Сталинградской битве. Во-первых, в городе Сталинграде было 600 тысяч мирного населения, куда они делись, никто не знает, все, а фактически-то они погибли. И второе, разница между германскими войсками и так называемой Красной Армией. В Сталинградском котле сидел Павлюсов вместе с своим штабом. И там был организован авиационный мост. Самолеты летали, возили продукты, то-сё, боеприпасы. Захватили и Павлюса, и его штаб, хотя он мог улететь оттуда вместе со штабом тысячу раз, как только бы захотел. А в Крыму адмирал Октябрьский вместе с комиссарами и с командованием сухопутных войск бросили солдат в окопах, бросили раненых в госпиталях, сели на все плаш средства и бросили всё и улетели. Все получили за оборону Севастополя. Вот разница. Спасибо большое. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый. Вы знаете, я не умоляю участие союзников во Второй мировой войне. И нас, кстати, в школе и по истории вообще все говорили о том, что союзники очень сильно помогли нам. Но поверьте мне, я не открою вам Америку, что война началась не с Советским Союзом, а с нападением Гитлера на Польшу. Вот тогда Англия объявила войну Германии. И фактически получилось, когда Гитлер напал на Советский Союз, он имел войну на два фронта. Англия и Советский Союз. И здесь получилась такая коллизия. Что было выгодно Англии? Англии было выгодно, чтобы войска Германии перемололись на Восточном фронте. При наличии слабого противника Гитлер быстро перемолол все, и куда бы он пошел дальше на ту же Англию. А тут к тому же еще со временем я имею ввиду с нападением на японцев на американские слова и Америка объявила войну Германии. Таким образом получилось, что Англии и Америки было гораздо проще посылать обмундирование, еду и так так удобно и иметь минимальные потери в этой войне в то время, когда максимальные потери несли немцы и Советский Союз. Спасибо большое. Ваше слово. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу сказать предыдущему господину, что Америка не объявляла войну Германии. Германия объявила войну Америке. Это первое. А второе, я хотел бы сказать, никто не уменьшает насколько союзники помогли войне. Но в то же время нельзя говорить о том, умалчивать о том, что вот даже последний случай, когда не был приглашен приглашен никто из России на празднование, когда был высажен десант Нормандии. Были приглашены немцы, а не была приглашена Россия. Да. Ну, Фелик, спасибо большое. Я вам еще тогда ответил, почему Россию не пригласили. Поэтому это такой вопрос закрытый, ее не пригласили, потому что во время высадки войск коалиции России там не было, поэтому ее не пригласили. Точно так же, как поэтому не пригласили представителей Индии, представителей Китая и так далее. То есть пригласили те страны, которые участвовали в высадке десанта. Все. Это считайте политикой, пожалуйста. Хотите считать это идиотизмом? Пожалуйста. Теперь, я сейчас на секундочку, я вижу, у меня все линии горят, но перед тем, как я начну принимать звонки, я хотел бы немножко объяснить свою позицию. моя позиция в отношении Второй мировой войны, в отношении участия Советского Союза, в отношении участия войск коалиции, для меня лично это означает только одно. Слава Богу, что был Советский Союз со своей армией, Красной армией, слава Богу, что была коалиция с войсками Англии и Америки, которые победили в этой войне. Опять же, очень многие, вот те, которые сегодня так яро выступают на стороне Советского Союза, забывают об одном таком действительном факте, где очень многие люди в Советском Союзе, в том Советском Союзе, в 39-е и 40-е годы, не все приветствовали Советскую власть. Поэтому для очень многих вот война с Германией очень, кстати, даже была выгодной и удобной. Почему? Потому что, ну, надеялись, что убьют этих комиссаров и будут жить при нормальной власти. Поэтому для меня вот все те, которые сегодня позвонили уже, все те, которые позвонят дальше. Для меня ваше мнение именно в отношении вот Второй мировой войны честно, абсолютно ничего не значит. Объясню почему. Только люди, которые в свое время участвовали в этой войне и которые знают правду о том, что там происходило, только эти люди имеют право на какой-либо анализ. Все остальные так называемые историки, псевдоисторики, любители истории или даже люди, которые преподавали историю, для меня это мнение абсолютно ничего не значит по одной простой причине. Потому что вас там не было. Все вы учили эту историю по каким-то материалам вам предоставленным, то есть по субъективным данным. То ли это были данные предоставленные Советским Союзом, то ли это были данные предоставленные Америкой, то ли это были данные предоставленные Англией, может быть Францией, неважно. Но это чисто субъективные данные, по которым все вы, я имею ввиду экспертов так называемых, вы об этом только читали и слышали. Ни один из вас там не был. И разговоры мой отец мне рассказывал, это тоже не разговоры. Для меня правду, я вам всегда говорю одно и то же, я никогда не занимаюсь словоблудием, я люблю факты, у вас есть факты, я имею ввиду факты, которые вы лично испытали, пожалуйста, но все то, что вы, я не отрицаю события истории, но я знаю также, что историю пишут победители, и поэтому изучая историю по книжкам, вы ее изучаете со слов тех, которым так или иначе этот рассказ или эта версия выгодна, поэтому спорить об этом я не буду, я ни с одним из вас не хочу спорить, не собираюсь спорить, вы считаете, что у вас есть что-то сказать по этому поводу, пожалуйста, я вас выслушаю, хотя честно, это не моя задача была сегодня обсуждать так или иначе, что произошло во время Второй мировой войны. Почему я с таким удовольствием послушал Марка, это именно потому, что это человек, который опять же, который потратил какое-то время, да, он получил какие-то данные, эти данные где-то он нашел, по крайней мере, потрудился их найти, но человек, когда дает данные, ну, он их дает, видите, видит цифры, он не анализирует помощь, он не анализирует, кто лучше, кто хуже, он просто вам дает цифры, объективные цифры, а вы уже сами решаете, насколько они объективны, но меня Марк, честно, вот чем он меня, как говорится, просто, ну, не то, что удивило, покорил, так это тем, что человек, прослуживший 27 лет в советской армии, будучи подполковником в отставке советской армии, не потерял интерес к тому, чтобы как-то, хоть как-то, докопаться до какой-то истины, вот и все, сейчас, я знаю, что у меня все линии горят, знаю, но, мне сейчас нужно уйти на рекламную паузу, а потом я с удовольствием с вами поговорю на любые темы, оставайтесь с нами и скоро вернемся в программу, еще раз добрый день, в эфире программа Неполиткорректное ток-шоу, Анатолий Червец, ее ведущие, участники, все вы, набравшие номер телефона 847-400-5200, и у нас уже есть первый радиослушатель, который дозвонился, добрый день, вы в эфире, добрый день, спасибо за передачу, но я очень попросила бы вас, если это возможно, вернуться к нашей реальности, Америка, Иран, Полтон, поездка в Израиль, вопросы, конгресс, надоела это уже тема, одни и те же люди выступают, одни и те же люди говорят, то понятно же, что бы и без Америки не было бы победы такой, или была бы, была бы другая, но это уже все, ставите, пожалуйста, если возможно, ваша очень интересная мнение про сегодняшнее у нас уже. Спасибо огромное, сам того бы хотел, так как действительно всяких, спасибо вам большое, очень много всякого происходит сегодня у нас в стране, за рубежом, поэтому давайте сразу к этому и перекинемся, времени не так много, но тем не менее, и так, Иран, Болтон, Помпео, и Лензи Грэм, сегодня поговорим, ну так в оставшееся время, по крайней мере, именно по этому поводу, по поводу того, что происходит с Ираном в Иране, и так, ну, мы все прекрасно знаем о том, что Иран, то есть, давайте говорить так, мы знаем тот факт, что в проливе были подорваны два танкера, американская разведка и коннеразведка, и коннеразведка указывают на то, что это было сделано руками иранских, иранской гвардии, или их окружением, то есть, вот эти взрывы, показали некоторые кадры, которые были сняты с беспилотников, которые были сняты с космоса, я, если честно, говорить, я, конечно, мало понимаю во всех этих кадрах, то есть, там сейчас говорят о каких-то отпечатках пальцев, которые были сняты с борта японского танкера и так далее, то есть, что эти отпечатки, якобы, принадлежат кому-то из иранской революционной гвардии, то есть, это, с этим спорить мне лично тяжело, я просто говорю, я высказываю, во-первых, свое мнение, во-вторых, ну, вот, чисто свои наблюдения, значит, насколько я понимаю, да, действительно, там происходит что-то невероятное, почему, потому что, ну, Иран находится в таком положении, его полностью, ну, просто закрутили гайки до, до не могу, знаете, давайте прием пару звонков, добрый день, вы в эфире. Добрый день, я хотел бы сказать еще насчет того, что вы говорили, что вы только Феликс, давайте потом, сейчас честно, нет времени, вот честно, если хотите по сегодняшнему, пожалуйста, насчет твоей... По сегодняшнему, насчет, это честно, что нет фактов о том, что было во время войны. Ну, что я могу сказать человеку, я говорю о сегодняшнем, он мне говорит о том, что нет фактов, что было во время войны. Ну, непонятно. Anyway, Феликс, я вас прошу, подождите уже сегодня, не звоните больше, честно, дайте нормально пообщаться с людьми. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Алло, говорите, говорите, последний раз, говорите. Добрый день. Да, добрый день. Да, вот, недавно иранцы сбили американский дрон. Да. И только что, недавно, совершенно, Трамп заявил, что он не верит, что это сделано преднамеренно. А что, дрон можно сбить нечаянно? Окей, я понял. Как вы согласны с этим? Я вам скажу, с чем я согласен. Значит, смотрите, у Трампа, Трампа сейчас давят с двух сторон. С одной стороны, на него давят такие, вот как раз то, о чем я хотел рассказать, с одной стороны, на него давят такие ястребы, как Помпео и Болтон, и мы прекрасно знаем, что это люди войны. Просто люди войны. Помпео, как будущие... Окей, давайте послушайте меня по радио, пожалуйста. Потому что спорить я сегодня, у меня просто нет времени сегодня ни с кем спорить. Вот с одной стороны, на него давят ястребы войны, это Помпео и Болтон, которые с удовольствием бы сейчас развязали военные действия, бросились бы в, как говорится, в омут с головой, только для того, чтобы проявить свою мощь, силу и так далее. Теперь, с другой стороны, на Трампа давят люди, которые более миролюбивые, люди, которые занимаются больше дипломатией, чем ну, не политикой, а военным делом. И люди, которые считают, что путем дипломатии можно добиться намного большего. Причем, самое интересное, что и те, и те прав. Другой разговор. Вы поймите, Трампа выбрали на... Кроме того, что он пообещал, мы должны четко, когда Трамп что-то говорит, мы должны четко отдавать себе отчет, спрыгнуть вот с этой лошади и засунуть свою шашку в ножны, а не махать ей направо и налево. Мы должны понимать четко, Трамп избирался первое по поводу стены, то есть иммиграционная реформа, он избирался по поводу налоговой реформы, но и точно так же Трамп пообещал своим избирателям, что он будет сокращать военные действия и военный контингент находящийся на Ближнем Востоке. Мы должны это помнить, мы не можем это забыть и все вот амбиции тех людей, которые кричат давайте прямо сейчас на Трампа, вернее, давайте на него надавим, он должен поехать и этих иранцев скрутить бароний рот. Ребята, есть политика, есть дипломатия, есть время махать шашкой, есть время разговаривать путем дипломатии, причем вы знаете, что пока говорят дипломаты, пушки молчат. Теперь, по поводу того, что произошло с этим дроном, я вам объясню, почему Трамп сказал, что он не уверен, потому что вы поймите, никто еще пока что не доказал, что иранцы сбили дрон, вообще, вы получаете информацию, то есть, вот кричат, иранцы сбили дрон, никаких обломков, никаких, то есть, ничего нет, поэтому Трамп очень осторожно, он боится того, он боится провокаций, вы помните ту провокацию, с которой началась иракская война, я имею ввиду вот последняя, она началась с того, что, видите ли, Колону Паулу на то время секретарю, то есть, министру иностранных дел, ему нужно было по каким-то причинам ему, администрации Буша, может быть, это был, я не скрою, я в этом виню Дика Чейни на то время вице-президента Соединенных Штатов, им выгодно была вот эта война, убрать Саддама и так далее, им было выгодно, и поэтому они помахали вот этой пробиркой, ведь они прекрасно понимали, что там, да, там есть это химоружие, но они точно так же одно из двух, либо про, как сказать, по нормальному, так, чтобы никого не обидеть, прогавили тот момент, когда это оружие было вывезено за пределы Ирака, либо они что-то просто, ну, не учли, или это, ну, просто им не нужно было ничего учитывать, им нужно было развязать военные действия, и они это сделали, и вы сами знаете этот результат, насколько мы повязали в этом Ираке, точно так же сейчас пытаются развязать войну с Ираном, дорогие мои, Иран, это не Ирак, это очень серьезная, большая страна, с хорошей армией, с хорошим флотом, и эта война не будет такой скоропостижной, как это было в, допустим, вот, в 91-м году, Desert Storm, что налетели, разбомбили, и все, да, мы можем налететь, мы можем разбомбить, но если мы развяжем военные действия, это пойдет далеко за пределы, вылететь и разбомбить, понимаете, поэтому Трамп очень аккуратно, очень осторожно пытается с этим иметь дело, до тех пор, пока у него не будет стопроцентной уверенности в том, что это именно Иран, который сделал, то есть, взорвал эти два танкера, пока у него не будет трехсотпроцентной уверенности в том, что сбили дроны, причем вот это Air to земля-воздух ракетой, понимаете, и даже при этом, послушайте Лензи Грэмма, толковейший дядька, я его просто, вот клянусь, с того момента, как умер Маккейн, я Лензи Грэмма просто готов целовать в засос, честно, почему, потому что человек, который абсолютно находится на стороне Трампа, но абсолютно предлагает здравые решения вопросов, и Лензи Грэмм очень правильно сказал, буквально вчера, он сказал, что мы, у нас всегда на столе есть вот эта опция или опция налететь, разбомбить, мы можем налететь, разбомбить их аэродромы, мы можем разбомбить их эти запасы топлива, мы можем это все сделать, но мы должны это сделать только тогда, когда у нас будут абсолютные доказательства того, что это было сделано руками Ирана, понимаете, и вот за это я их просто, ну, уважаю сверх всякого понимания, вот чисто уважаю, почему, потому что вы поймите, это не ваши дети, которых будут бросать на войну, это не ваши внуки, вы сидите в своих креслах дома, вы сидите и вы рассуждаете о том, что мы должны, мы должны, вы же знаете пословицу, чужими руками, знаете, что хорошо грести, да, правильно, горячие угли, так вот, дорогие мои, запомните, что перед тем, как развязать военные действия, очень много должно быть учтено, добрый день, вы в эфире, здравствуйте, здравствуйте, сейчас, как раз, в преддверии начинающейся кампании выборов, до следующего, просто следующего года, начинать такую войну, ни в коем случае нельзя, конечно, потому что сейчас идет скоординированная атака президента, она, вот, если вы знаете, сейчас это сама Европа в лице этой самой ненормальной Магерине выступили, что они привержены старым обязательствам, понимаете, все, сейчас направлено только на это, чтобы спровоцировать его, вот и все, конечно, абсолютно, спасибо за то, что вы это понимаете, абсолютно правильно, сейчас началась предвыборная кампания Трампа, начиная со вчерашнего дня официально, хотя он уже давно, в принципе, этим занимается, так вот, все те, которым не выгоден Трамп, как в Америке, так и в Европе, поверьте мне, Ангела Меркель, вот эта хромая утка, которая, в принципе, уже все уходит, как говорится, с небосклона политики, ей Трамп, она его ненавидит, потому что он ее заставляет делать то, что она бы должна была делать, но она этого не хочет, понимаете, то же самое с Макроном, то же самое со всеми теми леваками, которые находятся сегодня в Европе, почему вы думаете, Трамп так настаивает на выходе Англии из Евросоюза, потому что ему с Англией договориться элементарно, просто как раз плюнуть, и они с ним договорятся, но для этого нужно избавиться от леваков в Евросоюзе, потому что Англия пока что зависит от Брюсселя, и вот поэтому Трамп так настаивает на ее выходе из Евросоюза. Добрый день, вы в эфире. Господин Червец, послушайте, я просто, честно говоря, немного поражен в хорошую сторону. Первый раз я слышу, что вы говорите стоящие умные вещи. Я, честно говоря, тоже переваривать не могу этих помощников Трампа. Для меня этот болт, он это полная от Маркоза. Мало их подставляли они Трампа, понимаете, он их половину пополнялся, и все равно они продолжают это делать. Вы понимаете, когда на всех каналах оручат, да вы посмотрите, да они же, это же иранцы атаковали эти танкеры, и что нам показывают? Показывают, как с палубы снимают мину. Я думал, что мины должны быть на поверхности воды, а потом показывают дэмэдж на это в борту, еще представляют, подставляют туда этот, measurement aid, оказывается, два личных всего лишь диаметра это дэмэдж. Так, когда мины взрывают, она сносит полборта. Зачем вообще Ирану это надо было? Когда у них в этот день был пример, танкер был японский, и пример министр Японии там же был. Да? И... Я тоже очень аккуратно отношусь ко всем вот этим новостям. Почему? Первое, что меня удивило, вот вы сказали про мину, да? А вы заметили, где эта мина была установлена? Никто не видел, никто не знает этого. Эта мина была установлена почему-то над уровнем воды. Почему? Если вы хотите сделать самое большое повреждение кораблю, неужели у вас нет водолаза, который эту мину не может приставить к днищу корабля? Совершенно верно. Она была на высшем уровне в отравлении этой. Ну и что бы она сделала? Ну сделала бы она в верху очереди. Вы понимаете, меня просто всего трясет, насколько нашу страну подставляет. Вы понимаете, если ты тебя называешь супер-дупер-фауэр, так веди себя как супер-дупер-фауэр, а не как дешевой какой-то там этот картежник. Вот поэтому Трамп с этим и борется. Поэтому он очень осторожничает, потому что он не хочет. Он прекрасно понимает, что происходит. Он не дурак. Он не политик, но он не дурак. И я думаю, что он именно в вопросах вот такой, в таких ситуациях вряд ли он будет слушать Болтона. А вот Помпео тому придется и я вам скажу такую вещь. Если он, то есть дай бог Трампа переизберут на второй срок, я бы его менял. Честно. Почему? Потому что пока что Помпео ни с кем договориться не смог. Если так нормально рассуждать, он не смог договориться ни с Китаем, он не смог договориться с Китаем, он не смог договориться в принципе ни с кем. Он только выходит и несет чушь, угрожает кому-то, вы понимаете. И говорит такие вещи, которые Деванад все портит боемиками. Понимаете? Потому что он чистый военный, он на все смотрит с точки зрения силы. И я не удивлюсь, если Помпео будет заменен кем-то более опытным именно в политике, а не в ведении боевых искусств, в смысле в ведении боя. Спасибо большое. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Нет, ладно. Итак, значит, дорогие мои друзья, я вам говорю то, что я действительно думаю, это опять же, это мои, чисто мои, во-первых, мнения, во-вторых, анализы. Я считаю абсолютно, что Трампу нужно очень аккуратно сейчас подходить к любому, к любому, к любой ситуации, которая за собой может повлечь какие-то военные действия. Потому что, если он сейчас развяжет войну с Ираном, не имея на то никаких абсолютно доказательств, причем, мы знаем прекрасно, что у него сегодня нет такой коалиции, которая была в свое время у Буша, старшего, в девяносто первом году, во время вот Desert Storm, да, там за него подписалась вся Европа фактически, включая Англию, Францию и так далее. И даже Буш младший, который зашел в Ирак, даже тогда у них была сумасшедшая коалиция европейская. там были и базы предложены, и место пролета, и так далее. Поэтому, сегодня у Трампа нет такой коалиции в Европе. Вплоть до того, что вы сами слышите, что эти европейцы, они готовы торговать с Ираном, если бы они не боялись того, что им перекроют кислород торговли с Америкой, они бы сегодня абсолютно спокойно торговали бы с Ираном. Почему? дешевая нефть. Поэтому они торгуют с Россией. Дешевая нефть, дешевый газ. Понимаете? Поэтому Трамп абсолютно это понимая, он понимает необходимость поддержки. И вот до тех пор, пока поддержки такой у него нет, а вот видите, интересная вещь. У него нет поддержки, потому что, опять же, по моему мнению, Помпео не показал себя как хороший дипломат. пока что он не может никак, кроме англичан, с которыми, кстати, их особенно и уговаривать не надо. Они и так хотят быть с Америкой. Но, кроме этого, все вот эти левые партии в Германии, в Италии, во Франции, это чисто леватское сообщество, которое не очень торопится помогать Трампу. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Добрый день. Я хотел бы спросить, а почему, собственно говоря, защита от Мурского пролива это дело рук Америки? В конечном итоге там не взорвали американских танкеров, это пароходы для других государств. Почему это должно быть дело рук Америки? Ну, вот это вопрос где-то миллионов на 150-200. Почему? Потому что я тоже не понимаю, почему норвежцы не почесались там где-нибудь о том, чтобы обезопасить свой путь. Почему японцы, я думаю, что они с Ираном может быть и смогут там о чем-то договориться. Но вы абсолютно правы. То есть американцы не могут быть затычкой в каждую дырку. Ну, не могут. Особенно на Ближнем Востоке. Там ну, пока еще то есть нет причины им начинать что-то серьезное. А ответный удар, знаете, есть такая пословица заплатить свои деньги и поцеловать кого-то в одно место я всегда успею. У них всегда будет эта опция ответного удара. Но для этого нужно заручиться поддержкой неопровержимыми доказательствами. Спасибо большое. Добрый день. Очень коротко, пожалуйста. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, кто, по вашему мнению, был хороший дипломат, если не считать Киссинджера? Кто был хороший дипломат? Я вам скажу. Я имею государственный секретарь. Я вам скажу. Кандалиса Райс, она была неплохим дипломатом, совсем неплохим дипломатом, но А Паул? Колин Паул? Да. Я честно. Это второй Помпео, или первый Помпео, будем говорить так. Военные люди не могут быть дипломатами. Я это всегда говорил, говорю и буду говорить. Не может человек, которого всю жизнь учили выигрывать сражения, убивать, стрелять, вдруг прийти и сказать, ребята, давайте жить дружно. Не может такого быть. Это должен быть действительно. Ну почему? Барак израильский. Кто? Израильский Барак, который был премьер-министром. понял. Он все решил отдать? Да? Не, ну это две экстрима. Все, ребята, сейчас нас все равно вырубят. Спасибо огромное. Всем спасибо за участие. Будьте здоровы.